Оля, здравствуйте! Очень приятно, когда вы приходите к нам в студию, тем более, что вы приходите не просто так. А с вашими практическими советами, которые помогают не только жить, но и держаться на плаву и достойно принимать трудности, если они встречаются в нашей жизни. Сегодня тема нашей беседы «Как принять своих родителей? Будьте добры!». Часто возникает вопрос, все ли родители виноваты? Если какая-то неприятность, люди склонны винить своих родителей. А все ли родители виноваты? Здравствуйте, уважаемые телезрители! Чтобы чувствовать себя свободным и быть свободным, нужно лишь чувствовать эту свободу по отношению к маме и к папе, своим родителям. И нужно найти то место, ту орбиту между двумя планетами, мамой и папой, силой притяжения. Нужно понять, как усмирить себе яростного подростка, капризного ребенка. И очень часто наши обиды, вот суть наших обид, которые приходят из детства, нам кажется, что мама и папа нас любили не так, как мы хотели. Недолюбили в какой-то мере? Может, перелюбили, недолюбили. Мы, вот сколько бы нам ни было лет, мы всегда сердимся на родителей, но мы по-прежнему остаемся детьми, как бы там ни было. И стать вот по-настоящему взрослым человеком можно только тогда, когда, поняв, что идеальных родителей не бывает, они просто нам даны. У каждого вот найдется упреки, да, мама заставляла там нас делать то-то и то-то, папа делать то-то и то-то, отец был очень суров, как жалуются многие люди, и я при этом боюсь должностей. Мама все брала в свои руки, теперь я не могу справиться с чем-то, да, но практически вот никому из родителей не дается избежать упрека своих детей. И это передается, ну, из поколения в поколение. И вот такая есть история известна, одна пациентка Зигмута Фрейда, основателя психоанализа, спросила, как мне стать хорошей матерью? На что он ответил, такой, с долей иронии, там, да, что бы вы ни делали, вы все равно будете плохой. Да что вы. Да, и это можно, вот, пессимистический прогноз, но все-таки ирония в этом есть, и доля истины есть в этом. Как бы родители ни старались, все равно они в чем-то остаются плохие для своих детей. То есть, насколько я поняла вас, у детей есть обида на родителей. Но как мы с вами говорили в одной из наших предыдущих передач, обида разъедает человека изнутри. Она не позволяет ему обрести той внутренней свободы, к которой мы все стремимся. А что делать с обидой на родителей? Что получается? Прежде всего, она не только разъедает, но она не дает нам расти, то есть становиться взрослыми. Что нужно сделать? В первую очередь, отпустить свои обиды. Как бы то ни было, или чрезмерная любовь, или недостаток любви. Это все оставляет какие-то раны у нас в душе. И постоянно мы, когда к ним возвращаемся, мы не даем им зажить, отпустить свои обиды. Дальше, выйти из роли жертвы. Перекладывая на родителей свою, что под этим подразумевается? Перекладывая на родителей свою ответственность за наши проблемы, мы остаемся в зависимости от них. Даже будучи взрослыми. Даже будучи взрослыми. И знать свое место в ряду поколений. Это что? Принимая недостатки своих родителей, мы готовим себя к будущим тому, что наши дети тоже начнут выражать какие-то наши недостатки. Пойдут по нашим же стопам, сами того не подозревая. И получается, что тема отношений с родителями вообще задевает очень многих из нас, особенно когда люди становятся взрослыми. И, ну, мы иногда так, что мы стремимся переложить все наши промахи и неудачи, которые были в жизни, на плечи родителей. То есть неправильным детством каким-то. Или наслаждаясь, и вот наслаждаться этими самыми страданиями, которые они нам приносят. Самое, что интересное, был вот такой случай, как взрослые прячутся вот за страданиями, своими страданиями по отношению к родителями. Например, если взять, вот женщина, да, не может создать свои какие-то любовные отношения. И при разговоре с психологом она говорит, отец был очень жесток с матерью, был жесток по отношению ко мне. На что психологи отвечают? Вы же, да, он был жесток, принес вам много горя и обиды. Но теперь вот с этого самого момента ту всю ответственность вы будете нести вместе. Вместе с родителями? Да, вместе с родителями. И вы не только перекладывать на плечи родителей, но и вместе с родителями. Если вы согласны нести все это, то вы пользуетесь как алиби, вот этой жестокостью отца, чтобы создавать свои и боясь своих отношений с новыми мужчинами. Оленька, а знаете, то есть мы, я думаю, что телезрители поняли, что обиду лучше отпустить, не растить в себе обиду, а просто пусть она уходит из нашего сердца. Но остается еще один нюанс, остается упрек родителям, что я бы мог достичь того-то, того-то, стать тем-то, тем-то, если бы не твоя опека, говорится матери, или не твоя жесткость, говорится отцу и так далее. Упрек и обида – это не одно и то же, но тем не менее это звенья одной цепи. А что делать с упреками? Получается, практически всегда мы ставим упреки своим родителям. И при этом еще возникает то же самое. Мы получаем возможность ощутить себя жертвой и доставить себе своеобразное удовольствие. И при этом вот эти все страдания, при которых мы упрекаем родителей, они получаются единственным смыслом существования взрослого человека. То есть, опять же, не только обидами, но и упреками он оправдывает себя, свое существование. То есть, он не хочет повзрослеть и стать взрослым, чтобы начать строить свою самостоятельную жизнь. То есть, если человек живет в состоянии постоянных упреков, упрекая своих родителей в том-то и том-то и том-то, он топчется на месте и не идет вперед. Конечно. А жизнь, как мы знаем, это постоянное движение вперед. Она очень динамическая. Оля, ну легко сказать, отпустите обиды телезрители, не упрекайте своих родителей. Но если это все так глубоко в сердце, ну у каждого свои какие-то отношения с родителями. И, ну не может человек отпустить обиды. Ну не может он уже перестать упрекать. Как научиться с этим жить? Ведь с этим живут люди, я понимаю, что они тащат этот колоссальный груз, мешок за плечами. Или, ну вот, как же все-таки жить с этим? Если человек не может освободиться от обид и упреков. Очень важно, вот всегда мы по телевидению, по телевидению знаем, по фильмам, что если работает где-то психотерапевт, он прибегает к такой методике, как психоанализ, и он возвращает нас в детство. Постоянно. Зачем? Зачем мы это возвращаемся в детство? Многие задают себе этот вопрос. И да, это правда, что все наши недостатки, все наши какие-то проблемы родом из детства. То есть мы можем увидеть, что происходило у нас в детстве, но уже взрослыми глазами. Проанализировать, как бы там ни было, мама была все-таки права. Она как могла воспитывала нас. Как могла. На тот момент, как могла. Очень часто, да, возникают ситуации, что так она проявляет свою заботу по отношению к нам. И главное, принять здесь, как научиться с этим жить, то есть нужно принять родителей таковыми, какими они есть. Они не идеальны. В детстве они нам казались идеальными. То есть они должны были все делать так, как мы хотели. А теперь мы должны их принять так, как они перестают принимать нас идеальными, когда мы, например, становимся подростками. То есть когда мы отделяемся от них. Первый шаг – принять их такими, какими они есть. Итак, принять родителей такими, какими они есть. Это один из первых шагов. А следующие шаги – как сделать шаг навстречу родителям, ну, чтобы действительно установились хорошие, теплые отношения между детьми, взрослыми детьми и родителями, которые уже прожили жизнь. Для начала нужно начать разговор с родителями, поговорить о своем детстве, спросить, как мы вели себя, какие были наши промахи и победы. И второе там, что можно сделать – вникнуть те обстоятельства, в которых они жили. Понять их, почему они сделали тот или иной шаг, или так, или и нас вас воспитывали. Повернуться к ним лицом, увидеть, что происходит в них, почему они так были. Они же не только были замкнуты на семьях, что их окружало, какая их была работа, какие они были вне работы. Посмотреть на это уже взрослыми глазами. Да, это очень здорово, тем более, что действительно посмотреть на родителей, какой жизнью они жили. И, может быть, из того, какой жизнью жили наши родители, мы сделаем вывод, как нам жить. А вы знаете, Оля, тем не менее, вот сделали шаг навстречу родителям. Но, вот как вы думаете, вот почему мы все-таки начинаем обвинять своих родителей? Ну вот почему эта обида, она таится так, что ее неискоренеше сердце? Вот в чем мы их начинаем обвинять? Вот вроде… Вот извините, что я вас перебиваю. Вот вроде пришли на разговор по вашему совету. Вот мы начинаем, родители рассказывают о своей жизни, которую мы уже 300 раз слышали. Но мы просто слышали ухом, но не вникали сердцем. И тем не менее, вот почему мы их обвиняем? Потому что, вот самое парадоксальное в том, что вот когда мы обвиняем своих родителей, это первый шаг принятию своих родителей. То есть нам нужно перестать хотеть, чтобы они были другими. Тем более, что другими они уже не станут. Вот, вот, например, наши мамы, папы, бабушки, дедушки, если брать дальше поколения, нередко ситуация, когда они едут на оптовый рынок, покупают яблоки на 3 гривны дешевле, или картошку на гривну дешевле. А мы их ругаем за это. Почему? Что нельзя было купить в магазине. Но тогда мы хотим, зададим себе вопрос, что мы получаем от этого. То есть мы хотим, упрек, что мы недостаточно внимательны своим родителям. Или действительно мы заботимся о них, чтобы они не ездили куда-то далеко. Здесь очень важно ответить для себя честно, что мы от этого получаем. Почему они? И, ну, если мы ответили на этот вопрос, то этот факт принять как должное. Потому что у них была такая система воспитания, они так жили, что они готовы экономить на всё. На каждой копеечке. А насчёт вот упрёков. Мы говорили уже об упрёках, мы склонны упрекать своих родителей в неудавшейся жизни или в каких-то неудавшихся делах. А как вы полагаете, Оля, стоит ли высказывать упрёки своим родителям? Понимаете, когда мы высказываем упрёки своим родителям, самое, что интересно, как и в детстве. Когда мы капризничаем, что-то делаем не так в подростковом возрасте, здесь мы, получается, что мы хотим добиться ихнего одобрения и любви. Это парадоксально звучит. Но мы хотим, чтобы они обратили на нас внимание. Ещё раз сказали, мы тебя любим, мы тебя ценим. Здесь упрёк, если недостаточно, например, профессионально ты состоялся в карьере, да, упрекаем, что родители нам не дали образовывание, не додавили, да, но... А с другой стороны, а другие жалуются, что передавили? Здесь, как бы, получается то, что изливая свой гнев на родителей, может, даже и не стоит. А лучше излить свой гнев на бумаге, например, или пойти к психологу, проработать вот эту ситуацию. Если мы точно уверены, что мы обращаемся к родителю за любовью, этими упрёками, чтобы одобрение получить их, ну, тогда можно им сказать. Тогда можно. А если упрекать зло, и это только может ранить родителей? Только ранить, навредить родителям, да, потому что мы должны их ценить. Поговорим об этом чуть позже. Конечно. Оля, а скажите, пожалуйста, а как узнать, что мы приняли родителей, что всё ушла из сердца обида, упрёк, и мы их приняли вот такими, какими они есть на самом деле? Помните себя в молодости, что мы, вот, каждый человек молодой, мы хотели быть непохожими на папу и на маму, да? Особенно на того пола, которым мы являлись. Девочки на маму, мальчики на папу. Мы считали себя самостоятельными. И как бы получается, но вот эта самостоятельность становится возможным лишь тогда, когда мы действуем осознательно, осознанно. И мы понимаем, когда взрослеем, что здесь происходит наоборот. Вот. Как бы мы ни были самостоятельными, мы всё больше и больше похожи на своих родителей. С возрастом. С возрастом, да. Вот эта способность быть, то есть, хотение, не способность, хотение быть более самостоятельным, более, как бы, от родителей, она приходит в подростковом возрасте, в юности, нам хочется быть не такой мамой, как была наша мама. Но, когда появляется наша семья, наши дети, то мы подспутно замечаем, что мы такие же, как и они. И в этом и происходит понимание, что мы принимаем своих родителей. То есть, мы становимся одним целым с ними, какие бы они ни были. А почему тогда мы снова становимся маленькими? Потому что нам хочется вернуться в детство, хочется позволить, чтобы они, она заботились, пересмотреть отношения ихние, также почувствовать их неодобрение, их неоласку, что-то вот, сентиментальность и возможность вернуться в детство, это, как бы, так можно назвать, своеобразные каникулы от взрослости. Это для кого-то может быть ресурс, для кого-то может быть регрессия, для кого-то может быть толчок вперёд к дальнейшим действиям. Они получили одобрение от мамы и от папы и способны действовать дальше. Кому-то нужно просто отдохнуть, поговорить с папой, поговорить с мамой, чтобы почувствовать, что мы в детстве нас любили, в детстве, когда мы были в раннем детстве, просто так. Не за какие-то достижения, не за то, что мы оправдали или не оправдали их какие-то надежды, но почувствовать то, что мы просто есть в этой системе, генеалогической системе нашего древа. Да, и главное, что мы просто есть, мы дети и любят нас просто так. Представляете, телезрители, как это здорово, когда любят просто так, не за деньги, не за что, а вот просто так, потому что есть вы, есть мы, и нас любят просто так. Оля, а скажите, пожалуйста, какие этапы можно выявить в развитии отношений между родителями и детьми? Существуют же определенные этапы? Да, конечно, существуют этапы. Это получается, первый этап – это зависимость от родителей. Это этап раннего детства. То есть, когда ребенок маленький, когда он не интересуется, какие у него родители, он просто есть, просто есть эти родители. Они ему даны. Он дан своим родителям, и они ему даны. Второй этап – это противозависимость. Она начинается тогда, когда мы становимся подростками. Мы все хотим делать наперекор своим родителям. Что бы они говорили, для нас авторитет чужие люди, для нас авторитет друзья или старшие сверстники. И самое интересное, подросток учится общаться с своими родителями через конфликты. Так он получает свой жизненный опыт, и он взрослеет. Вот эту стадию, вот эту фазу взросления нам нужно обязательно пройти. Следующий этап – это независимость. Она появляется ближе к 40 годам, когда человек уже обрел профессию, как-то сложилась карьера. Как-то выстроилась жизнь, появились свои дети. И четвертый этап – это взаимозависимость. То есть, это происходит тогда, когда человеку становится лет 50. То есть, он понимает, насколько тесно связан с предыдущим поколением своих родителей. Осознание зависимости от родителей приходит с возрастом. А тогда, что же происходит с нами, когда родители уходят? Вот здесь, знаете, такое вот получается, когда родители уходят, они как бы преподносят нам урок. И очень главный урок, как бы больно это ни звучало, мы становимся, может, грубо где-то, может, жестко это может прозвучать, становимся первыми в этой планке убывания. И мы понимаем, что наша жизнь все-таки, она смертна, можно так сказать. Ну, конечно, да. И осознаем это тогда, когда именно уходят наши родители. То есть, как бы родители стоят на передней линии фронта, мы стоим за ними. И то, что они стоят впереди, какие бы они ни были, но как-то это дает успокоение и уверенность, что впереди это все равно есть. И вот линия фронта обнажается, и мы делаем шаг вперед. И когда вот мы, родители, стоят на пути вот этого иного измерения, особенно когда бывают родители, что очень тяжело болеют, и нам хочется как-то поменьше общаться с ними. Вот происходит какое-то второе рождение нас самих, ну, внутреннее второе рождение, преобразование, можно так сказать, духовное. Мы понимаем, и мы хотим как-то уйти по-английски. Не прощаясь. Ну, не то, чтобы не прощаясь, а чтобы не беспокоить себя и их. Но самое, что интересное получается, то, что родители-то в момент смерти выбирают тот момент, когда, ну, никого нет рядом, чтобы не доставлять неудобства. Очень часто это происходит. И что нужно для этого сделать, чтобы не было потом больно, вот бывает, почему я папе не сказала то-то и то-то, почему я маму не обняла, не сказала, что я ее люблю. Нужно мириться сейчас. Лучше поговорить, прийти, что-то, все равно, какой бы родитель, в каком состоянии он не был, здоровья, я имею в виду, поговорить, пообщаться, попить чай, на обед прийти, оно не сразу придет. То есть сразу, как по волшебной палочке у нас не будет. Но это будет первый шаг к тому, чтобы начать мириться со своими родителями, если есть у нас какие-то обиды или упреки к ним. Еще очень хорошо сделать вот такую технику, когда родителей уже нет, да. Что для этого нужно? Чтобы какие-то отношения завершить, то нужно выбрать, ну, вещь, которая символизировала бы какую-то боль в отношении с родителями, или упрек, или нанесенные какие-то оскорбления, или пощечины, или какие-то, ну, есть и издевательства, и грубые какие-то слова. И вот эту вещь принести на кладбище, на могилу и написать записку. Возьми это то, с чем я к тебе пришел. Оно мне нужно. Мы отпускаем родителей в этот момент. Еще очень такая техника, она очень много используется и в рекламах, и в разных передачах. Можно попрощаться с родителями, выплеснуть то, все, что наболело, если родителей нет, с помощью воздушных шариков. Написать туда письмо, проговорить, или привязать за ниточку, особенно вот гелевые шарики, и выпустить их в небо. И вместе с ними... Ты выпускаешь свои проблемы и свои наболевшие вопросы, которые ты не решил со своими родителями. То есть, как бы, постфа, посткриптум такой, да? Но оно нас мучает, оно нас съедает. Мы не растем ни духовно, ни физически. Мы получаем свои болезни из-за того, что мы не смогли сказать. Ну, какой-то свой промежуток времени мы смогли сказать своим родителям, что мы там их любим или не любим, высказать свои претензии. И это можно сделать потом, чтобы нам стало легче. Да, дай Бог, чтобы стало легче. Оля, спасибо вам большое. Эфир пролетел как одна минута, ну, потому что тема очень серьезная, сложная. Но я думаю, что телезрители, вы тоже извлекли какую-то пользу. И главное, что если у вас есть родители, цените их, цените друг друга. Ну, в общем, давайте ценить друг друга. Все вместе. И любить. Потому что любовь, она никогда не бывает лишней, сколько бы ее ни было. Сегодня мы с вами хвилювались про то, как принять своих родителей. Нам помогала практичный психолог загальноосвитной школы номер 14 Ольга Алексейнка. Мы с вами хвилювались, а сейчас не хвилюйтесь. Все будет добре. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова